Московское время 0 часов 3 минуты Уважаемые радиослушатели, в эфире передача «Душа тебе по-прежнему верна» У микрофона редактор Владимир Заико Сегодняшний выпуск посвящен выдающемуся музыкальному деятелю прошлых лет Композитору Оскару Строку Оскар Строк Признаюсь, готовя эту передачу, я вдруг с удивлением обнаружил Насколько трудно писать об этом человеке Какие бы значительные слова не приходили на ум Все они блекнут перед ее величеством музыкой Созданной щедрым талантом большого мастера И хочется ее слушать и слушать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спросите молодых людей, а кто такой Оскар Строк? И вы услышите в ответ, Оскар Строк, мы его не знаем Человек же старшего или среднего возраста Он на всю жизнь сделал нас своими заложниками Чем дальше уходит от нас молодость, тем яснее память сердца И каждый из нас, слушаясь слова песни танго Оскара Строка В эту трепетную минуту наверняка отыщет в ней кусочек своей судьбы КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА Все как было, и все не так Вновь твой быстрый, не слышу шаг Нынче тоже она поет Только все же напев не тот В небе та же плывет луна Вижу даже она грустна Вдаль гляжу я сквозь синий мрак Все как было и все не так Все та же тихая валерия С плакучей ивой у пруда Все так же нежно ветер ведет Но ты не рядом, как всегда Уже не тот наш тополь старый И та заветная скамья Сидит теперь другая пара Там, где сидели ты и я В небе та же плывет луна Вижу даже она грустна Вдаль гляжу я сквозь синий мрак Все как было и все не так Прозвучало танго в разлуке В исполнении Николая Никитского Как ни странно У Аскара Давыдовича строка Сложилась незавидная судьба Произведения его, особенно танго Были у всех, как говорят, на слуху Но эта их популярность как бы заслонила его имя Люди лучше знали сами произведения Их исполнителей А автор оставался незамеченным Может быть только музыкантам-профессионалам Или коллекционерам было ведомо имя автора А нам, юнцам, послевоенных пятидесятых Шуршащим подошвами подощатому полутанцевальной верандой Интересоваться создателем Ну, хотя бы вот этого фокстрота Как-то и в голову не приходило Главное, музыка хорошая Да еще записанная на рентгеновской пленке А значит запрещенная Так ведь это просто замечательно ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ФАКСТРОТ О, МОЙ БОЙ ПРОЗВУЧАЛ В ИСПОЛНЕНИЕ МАРИКА БЕЛОРУСОВА. ИМЯ ОСКАРА СТРОКО До 70-х годов, несмотря на популярность его произведений, было забыто. А ведь его песни любили петь Леонид Утесов, Изабелла Юрьева, Клавдия Шульженко, Константин Сокольский, Зинаида Тарская и другие эстрадные певцы. Звездный час Оскара Строка пришелся на 30-е годы. Его танго и фокстроты в те годы были непременным атрибутом танцевальных вечеров и домашних вечеринок. Широко популярны были танго «Скажите почему», «Голубые глаза», «Спи, мое бедное сердце», «Мое последнее танго», «Синяя рапсодия». Кстати, «Лунный» эта рапсодия стала называться с 1945 года, когда ее записал Леонид Утесов на новый текст Лобковского. А сейчас Оскар Строк, «Синяя рапсодия» поет Петр Лещенко. «Я помню вечер, когда была со мною, милая, любимая, прижалась ты ко мне, о счастье, милый, пел соловек. И лун, и лун светил на нас, мне не забыть чудесный час. Сыграй мне синюю рапсодию, Наполни звуками любовь мою, Любовок разум страсту морит, Я весь горю, я так люблю. Сыграй мне синюю рапсодию, Создай в душе любви мелодию, Пускай в груди пылает сердце, Забуду все, тебя любят. Счастье я потерял навек с тобою, Больше тебя не встречу никогда. Сыграй мне синюю рапсодию, Наполни звуками любовь мою, Любовок разум страсту морит, Я весь горю, я так люблю. Сыграй мне синюю рапсодию, Наполни звуками любовь мою, Любовок разум страсту морит, Я весь горю, я так люблю. В тридцатых годах было немало популярных танго зарубежных композиторов. Достаточно назвать брызги шампанского, куст сирени, за чашкой чая, цыган, но, пожалуй, самым популярным было танго «Черные глаза». Автор музыки и слов Оскар Строк. Не было ни одного более-менее популярного певца, который бы не записал свою пластинку с этим танго. Вот передо мной несколько грампластинок тех лет. Здесь Юрий Морфейси, Петр Лещенко, Марик Белорусов, Петр Воронков, Ежи Семенов, в общем, зарубежные исполнители, которых в то время, можно сказать, вытолкнула на эстраду русскоязычная среда. В нашей стране были в основном известны пластинки с записями этого танго Семеновым и Лещенко. Лещенко – контрабандная, а пластинку Семенова можно было приобрести в магазинах Турксина. Готовясь к нашей передаче, я прослушал все имеющиеся записи и обнаружил небольшие различия в текстах, а главное – различную манеру исполнения этого танго. Мне, думается, весьма любопытно, будет и вам, уважаемые товарищи, послушать танго «Черные глаза» в исполнении Петра Воронкова. Его пение отличает мягкой манерой исполнения, а оркестровое сопровождение – в хорошем танцевальном ритме. КОНЕЦ 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 В один из вечеров, когда вспоминаю переживание личной жизни, меня потянуло к рояле. Я долго не касался клавиш, и спустя некоторое время начал наигрывать мелодии импровизационного характера. Скоро начала выкристаллизироваться мелодия, которая, казалось, вылетела не из инструмента, а из моего сердца. И как музыкальное видение, я услышал звук, вы видите черные глаза, вы видите черные глаза, меня не пледил, я позову эти идеи нельзя. ГОВОРИТ ПО-КРАИНСКИ Не правда ли неожиданная встреча? Да-да, это рассказывает сам Аскар Давыдович Строк. Запись сделана на бытовом магнитофоне в 1971 году. Да, танго «Черные глаза» неожиданно. Даже для самого Аскара Строка с невероятной быстротой распространилась в западном полушарии. Популярность его была столь велика, что композитору пришлось написать своего рода музыкальный ответ на «Черные глаза». Послушаем его в записи Марика Белорусова. ПЕСНЯ 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 КОНЕЦ 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 Аскар Давыдович Строк родился в 1892 году в Латвии в семье музыкантов. С малых лет проявилось его незаурядное музыкальное дарование. В 10 лет он хорошо играл на фортепиано и сочинил свое первое произведение. Здесь я прерву свой рассказ и включу фрагмент записи рассказа самого Аскар Давыдовича. Я стал учиться музыке с 10 лет. Мне еще не минуло 11, когда я поступил в Петербургской консерваторию. В 10 лет я написал свой первый романство «Слова Пушкина». Я вас любил. Сейчас я вам его исполню. Я вас любил. Любовь еще быть вовремя. Душе моей угасло не по стену. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я не хочу печалить вас ничем. В консерватории юноша занимается по классу фортепиано, продолжает сочинять. Вскоре одно из петербургских нотных издательств напечатало два романца строка на стихи Лермонтова. Участь в консерватории Аскар подрабатывал в кинотеатрах, принимал участие в концертах как солист, но больше всего как концертмейстер-аккомпаниатор. Кстати, он был талантливым аккомпаниатором. Константин Тарас Сокольский, патриарх русской советской эстрады, живущей на Невриде, вспоминает такой эпизод. В 1931 году здесь был концерт Надежды Васильевны Плевицкой. Акомпанировал ей Аскардовый строк. Но почему очутился он у рояля? Это длинная история. То есть ее не устраивает никакой аккомпаниатор. Не устраивает. Прошел Сухов, который аккомпанировал всем гастролерам. А у вас есть еще пианист? И потом пришел Аскардовый строк. Композитор блестящий. Его называли в Европе королем танго. Он аккомпанировал все концерты Надежды Васильевны Плевицкой. И через него я познакомился с этой уникальнейшей певицей. Да, встреча с несравненной Надеждой Плевицкой, как ее обычно называли, была для Аскар Давыдовича незабываемой. Так же, как встреча с Федором Ивановичем Шаляпиным. Находясь на гастролях в Риге, где Аскар строк обосновался после окончания консерватории, Шаляпин сам разыскал композитора и пригласил к себе в гостиницу, в номер. И вот после угощения Федор Иванович кинул на строка лукавый взгляд и подошел к роялю. Это надо было видеть, как изумился Аскар Давыдович, когда прославленный оперный артист, певец с мировым именем, вдруг начал под собственный аккомпанемент напевать некоторые произведения строка. Между прочим, в это время уже пошла гулять по Европе моды на композитора из Риги. Танго строка, записанные английским оркестром под управлением Марика Вебера, разошлись по свету в сотнях тысяч пластинок. Потом Федор Иванович попросил Аскара строка сыграть или спеть что-нибудь из новых сочинений. Нужно сказать, Аскар Давыдович довольно неплохо пел. У нас есть несколько записей. Вот, например, танго, любимые его исполнения. Любимая, я жду тебя сегодня ночью опять. Я жду тебя, чтоб горячо и нежно к сердцу прижать. Любимая, я ведь сгораю от тоски моей, А ты забыла все страдания мои, Забыла свой долг любви. Любимая, я жду тебя сегодня ночью опять. Устал уж я, все только думать и мучительно ждать. Я стал уже за всем безумным от любви к тебе. Приди же, ванная, опять уж ко мне. Сегодня приди ко мне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова И снова дадим слово Аскар Давыдовичу. Я вам скажу, что я прежде, чем что-нибудь написать, я размышляю. Я размышляю. Надо заметить, что Аскар Строг никогда не писал песен по заказу, а только по вдохновению. Константин Сокольский, как друг Аскара Давыдовича, довольно часто наблюдал творческий процесс композитора. Он вспоминает. Аскар Давыдович, знаете, он садился к роялю пустой. Он садился, играл. Играл, и у него мелодия с текстом рождалась сразу. Знаете, что это просто интересно, понимаете? Он и автор слов, и автор текста. То есть это, что без этих слов не может быть этой мелодии, и без этой мелодии не может быть этого текста. Вот именно этот текст должен быть, и эти слова должны быть к этой музыке. Нет, не говори, мне в глаза смотри, Что будет с нами, мы не знаем. Был разлокий час, свет любви угас, И ты забыла про меня, Но снова ты ко мне Опять вернулась И про печаль Не надо вспоминать Нет, не говори, мне в глаза смотри, И будем счастливы опять О, как мне сладко С тобой встречаться Я так люблю тебя Моя родная О, как мне сладко В любви признаться Смотреть в глаза Твои Любить тебя О, как мне сладко Субтитры создавал DimaTorzok О, как мне сладко, в любви признаться Матвей, глаза твои любить теряй В записи Алексея Черкасского прозвучала танго «О, как мне сладко» Оскар Строк много дирижировал оркестрами, особенно в период с 30-х по 40-е годы Но сочинительство было главным в его творческой биографии За свою жизнь композитор написал более 300 произведений различных жанров Писал фантазии, сюиты, увертюры, вальсы, песни, романсы, но больше всего танго Однако мало кто знает, что у Оскара Давыдовича Строка был незаурядный педагогический дар Многим музыкантам он дал путевку в жизнь Достаточно сказать, что один из популярных наших композиторов, Раймонд Паулс, также брал уроки у Оскара Давыдовича Строка А сколько певцов стало популярными благодаря его произведениям Петр Лещенко и Константин Сокольский в известной мере своей популярностью обязаны Оскару Строку При содействии композитора Петр Лещенко сделал на парлофоне свои первые записи Также и в Сокольском Оскар Строк почувствовал способного интерпретатора своих произведений И часто доверял ему первые их исполнения Звучить танго не надо вспоминать, поет Константин Сокольский Листья падают, кружатся, на землю ложатся Ты пришла со мной прощаться в осенний день последний раз Как улил осенний сад, как томит твой грустный взгляд Дни любви не возвратятся уже больше назад Не надо вспоминать любви, ушедши без возврата И былого все равно уже нам не вернуть Как в море корабли с тобой мы встретились когда-то И снова разошли без слов и слез Но все, что было в душе, еще не смято Упроков нету меня, тебе скажу счастливый путь Не надо вспоминать любви, ушедши без возврата Былого все равно уже нам не вернуть Былого все равно уже нам не вернуть Не надо вспоминать любви, ушедши без возврата Былого все равно уже нам не вернуть В творчестве Оскара Строка есть и произведение патриотического характера на военную тематику В 1914 году одним из первых своих сочинений «Вальсом сон в окопах» композитор откликнулся на первую империалистическую войну В годы Великой Отечественной войны Оскар Давид Строк принимал активное участие в концертах фронтовых бригад мастеров искусств Большим успехом пользовались у бойцов его песни «Два друга», «Фронтовой шофер», «Мы победим» И после войны никак не мог композитор в своем творчестве сразу переключиться на мирную тематику Война еще долго жила в его сердце И не случайно вдруг из-под пера строка родился сталинградский вальс на слова Давидовича и Драгунского Песня-память о самых тяжелых днях нашего народа Поет Леонид Осипович Утесов Степи Сталинградской над Волгой И спят утра рыбаки И дикую песню, душевную песню поют родной И звуки той песни протяженной Тревожат простые сердца И брат вспоминает погибшего брата И сын вспоминает отца И брат вспоминает погибшего брата И сын вспоминает отца Степи Сталинградской над Волгой Заря молодая встает И степь как слезою Омылась росою И снова земля цветет Здесь били за правду солдаты И Волга тот подвиг хранит От стен сталинградских до сопок манжурских Пусть русская слава крымит Уходят с рассветом туманы И ветер шумит молодой Душевная песня, старинная песня Плывет от широкой рекой Душевная песня, старинная песня Плывет от широкой рекой Теперь уже вряд ли кто вспомнит Когда и кто впервые назвал композитора королем танго Но если даже не считать тех многих десятков танго Которые несли в себе в основном танцевальные функции Где текст не всегда был на первом плане Такой высокий титул Композитор мог бы снискать из-за своей танго-романсы Их у строка было немало И многие певцы включали эти романсы в свой репертуар Послушайте, как в танго-романсе было ее увлечение Можно сказать, соединились два таланта Талант композитора Аскара Строка И талант всеми любимой Клавдии Ивановны Шульженко Напрасно вы мне не сказали Что наши чувства надо скрыть Чтобы другое же обещали Навеки верность сохранить И пишите мне в утешение Что вечно ведь нельзя любить Что это было увлечение И я должна о вас забыть Быть может, право вы глубоко Разумно поступили вы Но это было так жестоко Что не простившись вы ушли Пройдут года, и мы забудем Случайной радостной поры Мы никогда не скажем людям Про нашу встречу и разрыв Но с тайной болью сожаленья За эти годы много раз Еще я вспомню то мгновенье Когда увидела я вас Быть может, правым глубоко Разумно поступили вы Но это было так жестоко Что не простившись вы Ушли В пятидесятых годах музыка Оскара Строка звучит значительно реже Танго было почти вытеснено Новыми модными танцами Но композитор не изменил Любимому жанру В стареньком домике в Риге Он продолжал сочинять Ожидая нового звездного часа танго И он пришел В конце шестидесятых Во всей мировой эстраде Начался бум старых мелодий Ритмов Возник интересы к творчеству Оскара Строка Наконец-то объявились Корреспонденты газет Журналов, радио, телевидения Оскар Давидович Строк Переживал свою вторую молодость Появились в продаже пластинки Выпущенные фирмой «Мелодия» В основном это реставрированные записи Старых танго Оскара Строка И новых аранжировок В исполнении инструментального ансамбля Под управлением Георгия Короняна А в 1977 году Через два года После кончины композитора Вышел новый диск Гигант танго Оскара Строка Были в нем как старые Так и новые Последние сочинения мастера До конца своих дней Оскар Давидович Строк Он скончался в 1975 году Активно работал Несмотря на замалчивание Его творчества Сталинский период Интерес к его произведениям В народе Никогда не ослабевал Имя Оскара Строка Всегда стояло И будет стоять В ряду Талантливых музыкантов Посвятивших свое творчество Самому популярному жанру Эстрадной музыки В наше время Удачным интерпретатором Произведении композитора Считается Владимир Трошин Вот как в его исполнении Звучит одно из лучших Танго Оскара Строка Скажите почему Оскара Строка Танго Оскара Строка Танго Оскара Строка Вчера я видел вас случайно Об этом знали мы едва Следил за вами я Все время тайно Взгляд ваш туманила печаль Нахлынули воспоминания Воскресли чары прежних дней И пламя прежнего желания Зажглось опять в груди моей Скажите почему Нас с вами разлучили Зачем навек ушли вы от меня Ведь знаю я Что вы меня любили Но вы ушли Скажите почему Субтитры сделал DimaTorzok 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 Наша передача подходит к концу И в заключение мне хотелось бы Выполнить дорогие слушатели Небольшое пожелание Аллы Николаевны Баяновой Уезжая на гастроли в канун передачи Певица попросила включить В наш сегодняшний концерт Запись танго Оскара Строка Спи моё бедное сердце В её исполнении Я это делаю с удовольствием Помнишь, как я тебя ласкала Как сердце бьётся вновь без тебя И слёз держат в лице Надо начать всю жизнь Сначала счастье Своё забыть Как тебя я любила Спи моё бедное сердце Наша любовь это тайна Счастье уж к нам не вернётся Мы сиротливо одни Спи моё бедное сердце Счастье ведь было случайно Прошлое вновь не вернётся Спи, спи, спи Счастье уж к нам не вернётся Спи, мое бедное сердце, Счастье ведь было случайно, Прослое вновь не вернется. Спи, спи, спи. Ну вот, время передачи «Стекло» осталось назвать своих помощников. Это режиссер Татьяна Краснушкина и звукооператор Татьяна Ларина. Вел передачу редактор Владимир Заика. Благодарю Михаила Ивановича Мангушева, филофониста из Ростова-на-Дону, за присланные материалы, и московского коллекционера Валерия Дмитриевича Сафошкина за предоставленные записи произведений Оскара Строка. Валерий Дмитриевич просил, в свою очередь, поблагодарить радиослушателей за присланные в его адрес старые грампластинки Веру Михайловну Овчинникову, Галину Георгиевну Башко, Елену Владимировну Шлейфер, Юрию Александрович Пинчука, Ирину Александровну Комарову. Часть собрания пластинок, при жизни любовно подобранных Николаем Ивановичем Смирновым, передали безвозмездно его жена Анна Ивановна и дочери Людмила и Татьяна. Ваши грампластинки, уважаемые товарищи, уже частично были использованы в радиопередачах «Душа тебе по-прежнему верна». Спасибо вам. Выполняю просьбу Валерия Дмитриевича Сафошкина и снова сообщаю его московский телефон 581-03-89 581-03-89 Всего вам доброго, уважаемые радиослушатели. До встречи в эфире на волне нашей передачи 27 февраля. Радиослушателей, которые любят русские народные песни, приглашаю на встречу с талантливой исполнительницей этого жанра Ларисой Трухиной, которая состоится 6 февраля в 0 часов 3 минуты в программе «После полуночи». Еще раз до свидания. Спокойной ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Субтитры создавал DimaTorzok